Дорогие друзья, дело в том, что есть такое понятие лёс. Это вот эти минералы, когда ветром выдуваются горные породы, и в микроскопическую пыль они откладываются на вот этих таких террасах, на предгорных районах. Это такая жирная, это плодородная, такой из пыли плодородной, из минерала состоящая почва, которая является самой богатой плодородной, и на ней продукты вырастают, вот имея в составе своими все микроэлементы необходимые. И вот как раз в основном центры долголетия, как Хунзи, как вот эти все, именно вот в таких местах. И, кстати, те части Азербайджана, они все находятся примерно в таких вот местах. И к тому же обязательно должны в местах центра долголетия быть, и это всегда на пайорку оказывается так, очень уникальная, качественная вода. Это, да. Так, да? Да. У вас вообще вода по всей... Вода – это жизнь. Ну, конечно. Вода – это жизнь. И если у вас источник жизни грязный, все, фундамент у вас не будет долго мерчать. Вода – это поле в таких местах, где вода – дефицит, обращение отношения к воде особое? У нас, да, это не только особое. У нас народ верующий. Это мусульманский народ. Вот. То есть, несмотря на то, что это арабы или берберы, религия играет очень фундаментальную роль. И в жизни каждого человека и каждый день. Вот. То есть, это не церемония, это не ритуал, который можно соблюдать. Это образ жизни. Это образ жизни. Это образ жизни. Это часть жизни. Поскольку молиться надо пять раз в день у мусульман. Ну да. И перед тем, как молиться, вы должны быть чистыми. И здесь роль воды. Вот. Особая роль. Пять раз в день вы должны помыть свои руки. Вот. Помыть свои ноги. Ну да. Помыть лицо, уши вот так. Да. Если человек сходил в туалет, он должен водой. Все правильно. И туалетной бумагой вот так, водой. Вот. У нас, знаете, это полтора тысячу лет в нашей культуре. И поэтому вот отношение к воде, это, во-первых, очень-при-очень важное. Это признак и элемент чистоты. Ну, плюс вот правила гигиены, конечно. Гигиены. Они очень жестко соблюдаются. Конечно. Это очень важно. Да. В исламе это очень-при-очень важно. А ведь это еще связано и с тем, что как раз эта часть населения или культуры в меньшей степени поражается паразитами. И поскольку, чем меньше... Вот многие недооценивают эту важную тему. А они очень сильно сокращают нашу жизнь. А соблюдая правила гигиены, жестко соблюдая правила, человек уменьшает вероятность, так сказать, поражения паразитами. И вот это тоже один из таких бонусов, плюсов, который увеличивает продолжительность жизни. Скажите, а ведь берберы, они же как бы носители, ну, с одной стороны, вот мусульманское, да, но у них же еще и древние вот эти свои, так сказать, да, такие как бы это уходящие... Традиции, да. Традиции. Традиции, конечно, они отличаются от арабов, да, и от... Можно даже от... Ислам – это не традиция. Ислам – это стиль жизни, да. Ну, в чем... Я считаю, что как ислам, что это великая религия, это религия, которая никогда не уничтожала местные традиции. Да, вот, кстати, тоже вот. Это очень важно. Почему? Потому что до сих пор у нас в Марокко такой фестиваль в Амазире, это берберы, где женщины выбирают своего мужа. Да. И это очень интересно. Это, знаете, сидят мужчины, вот такой круг, и сзади них танцуют женщины, да. И у каждой женщины есть шар, да. И она танцует вокруг. Когда ей нравится, мужчина для своей жизни, для брака, она бросает сзади него этот шар. И она сама его выбирает. Вот когда же. Да. Некоторые, вот, считают, что это не против ислама. Ислам никогда не запретил это. Ислам, вот, женитесь, но по правилам, и все. Кто будет выбирать другого, это ваше дело. Вот. И, конечно, вот эти местные берберы сохранились в своей традиции. Обычки местных племен. Вот те самые, испокон веку, тысячелетними. Мароккайское общество, это совокупность племен. Да, да. Конечно. Это очень, очень важно. И вот эти, они берегут родовые, вот эти обряды, обычаи, да, так сказать, местных своих племен, так сказать. Да, да. До сих пор. Да. Ну вот, да. Это, конечно, очень интересная тема. Очень интересная. Ну вот, действительно, видите, я вот с многими людьми общаюсь и расспрашиваю периодически, вот всегда, когда есть возможность, о вот долгожителях, о каких-то особенностях. Особенно, кто вот интересуется тоже этим вопросом, вот все мы приходим к одним и тем же, так сказать, наблюдениям, как минимум, да, а выводы напрашиваются сами по себе. То есть, вот то, о чем мы примерно как раз и поговорили. Да. Здорово, здорово. Ну, это тоже копилку, так сказать, нам всем, кто интересуется данной темой, это будет очень ценное наблюдение, и вот такие беседы, я думаю, они, так сказать, полезны очень. У меня вот еще есть личное наблюдение, мы немножко эту тему затронули, лук и чеснок. Так, лук, да. Дело в том, что все зависит от нашей флоры, мы это знаем. Конечно, конечно. И чеснок, и лук, что в ведах написано? Да. Если я правильно понимаю, в ведах написано, что лук и чеснок могут вызвать некоторый такой резкий взрыв эмоций, ну, некоторую резкость в характере, да, то есть, некоторую агрессию даже, то есть, там, есть это, присутствует это значение. Если у человека патогенная среда, да, то ведь и лук, и чеснок, они эту среду очень хорошо подавляют. Конечно. Буквально как антибиотик. А это и есть антибиотик? Ну, и, конечно, срыв флоры, да, действительно может вызвать определенный всплеск. И я на себя на начальном этапе несколько лет назад, сейчас я такого не замечаю, и я это замечала. Действительно, я могла… Это коротковременный эффект, это не недели и даже не часы. Но есть такая вспышка. Над каким фактом, я еще раз умышляла. Дело в том, что, я не знаю, насколько это достоверно, но говорят, что в советское время космонавты, действительно, до вылета, за несколько дней, ну, за сутки точно, не рекомендовали, ну, запрещали есть чеснок. Я на себя наблюдала, но это все с кишечником связано. И с кишечником не самого здорового человека, я уверенно предположу. Да, конечно. Действительно, я замечала, чеснока хочется есть очень много. И человек, который кушает мясо, ему без лука из чеснока вообще не жизнь. Конечно, конечно. Потому что, ну, эту флору надо… Это во-первых. Во-вторых, чеснок является самым сильным на свете желчегонным средством. Вот. А, соответственно… Этим, да. Этим очень много и сказано. Конечно. Поэтому… И был у меня момент, когда я на обед… А жирная пища, я извиняюсь, без нее, ну как, без чеснока, потому что просто не перевариваешься. Абсолютно. Абсолютно. Я могу предположить, что сыроед в поколении, он, может быть, и не будет лук и чеснок кушать, потому что его это… Ну, слишком резкий вкус, потому что, на самом деле, мы к луку, к чесноку привычно… С учетом того, что у нас кухня была, и с курицей, и с мясом когда-то, ну, по крайней мере, у меня с вами, да, у кого-то сейчас такое остается. Но вот был мной замечен эффект, действительно, после того, у меня был там месяц, когда я четко кушала в одно время, обедала, и потом садилась за руль, и я заметила, что после чеснока чуть более заторможенная реакция. Вот я клянусь, я ее заметила, и я как раз тогда анализировала факт про этих космонавтов, думаю, действительно, вот прям я четко садилась за руль в одно и то же время, то есть была такая выборка временная хорошая, но этот эффект прошел. Да, я вот хочу сказать, что я, например, не много чеснока, но никаких, ну, мое мышление, кто мои лекции смотрит, я думаю, четкость мысли и, так сказать, логика и причинно-следственная связь вот эта вот нить. Она приторможенность, может быть, даже не на уровне мыслей, а вот на уровне... Ну, я человек, у меня этого нет, скажем так, да, то есть причем при том, что я могу очень много на Руси, да, но на Руси всегда испокон век, вот что ты, когда не читаешь литературу старую, и ты видишь, что для русского крестьянина самое, что есть еда, крем, чеснок, лук. Абсолютно согласен, ну, абсолютно, беспрецедентно. Поэтому, когда там начинают размышлять, а мудрый, как говорится, русский народ и его былинные, вот это, так сказать, тысячелетняя, многотысячелетняя вся история, то есть показывают то, что это на Руси, вот это вот, это картошка пришлая. Да, картошка пришла. Это все пришло недавно. Крахмал. А вот-то понятно, репа, редька, вот это все, и хрен, как говорится, редьки не слаще, это все испокон веку. А почему, говорит, не говори, потому что ни хрена на столе не было, да, потому что, ну, хрена. Да, если хрена нет, то там мощнейшие есть ферменты, которые помогают переваривать, так сказать, любят пищу. Я думаю, значит, то есть у вас в культуре... Нет, чеснок, знаете, вот, да, есть такой эффект, но у нас, у меня был известный эффект чеснока, как кардиотонический, это очень, очень полезно для сердца. Конечно. Сосуды чистят. Сосуды чистят, зубочек на ночь, в течение месяца. Вот, да, однозначно. Великолепный эффект. То есть это укрепление и тонизирование стенок сосудов, эластичность сосудов. И естественно. И это ведущие кардиохирурги, в том числе вот этот, который сейчас ему сколько уж, 102 года, который веган больше 50 лет, он вообще... Дау фамилия, да? Да, да, ну вы поняли, как он. Я поняла. Чтобы сделать любой вывод на счет, ну, пищи или какой-то продукт, это как эксперимент. В науке будут приняты ваши выводы или ваши выводы, если этот эксперимент повторяется у всех и везде и в разных условиях. И поэтому мы не можем сказать, вот, допустим, этот продукт замедляет или ускоряет, или этот... Такие выводы я не могу. Может быть, у кого-то есть какая-то реакция. Нет, это не значит, что вы не правы. Да, есть такая реакция. Но чтобы сделать общий вывод, это должна быть тоже общая реакция. А выводы есть, потому что если народ, который является, вот, например, часть, мы берем там отдаленные районы, вот как мы говорили, да, продолгожители вот этих берберов, которые являются априори здоровым нацией, которые крепкая генетика, и они в постоянном ежедневном питании, да, имеют и чеснок, и лук, да, в больших количествах изделий, то тогда это и есть практика критерии истины. То есть, вот она истина, то есть, констатация фактов, то, как оно есть, жизнь так есть и есть. Всё, поэтому остальное это некое либо философствование, либо когда человек болен, он себя довел до определенной... То, конечно, ему совершенно разное, и не только чеснок, разная пища может вызывать неадекватные, ненормальные реакции. Естественно, да. И, кстати, чаще всего положительные для него, но проявляющиеся слабости... Потому что, во-первых, есть продукты, которые начинают, как бы, организм заставлять очищаться, там, да, вывод очистка, конечно. А у него, например, органы выделения не справляются с нагрузкой, там, например, либо, ну, то есть, вот это... Или канал сужен, да, и всё. Безусловно, дискинезий желчеводящих путей, а он, так сказать, или у него камни в желчном пузыре, они пошли, потому что это желчегонные средства сильные. Вот тебе, пожалуйста, так сказать, конечно. Так что, а насчёт того, что вот эта такая слепая вера в моде... Во-первых, и Аюрведу-то, и Веда никто и не читал, по большому счёту. И источник-то, кто его видел, вот, среди нас. Да, то есть, вот те, кто вот говорит, это очень интересные вещи, кстати. Мне один человек, который действительно досконально изучал Веды, просто вот, он очень... Жаль, я вот сейчас уже не смогу, наверное, найти, то есть, вот, он мне говорил, знаете, Игорь Ильич, вот, насчёт вот этого молока, говорит, абсолютно правильно, это ахинея, что они несут то, что вот в Аюрведе, там, и он мне прям процитировал, что, то есть, не то, что вот говорят вот эти товарищи, как святое, так как... Это как гнили с вином и с хлебом. Совершенно правильно. Совершенно правильно. Ну, я подозревала, что это где-то там. Вот этот человек, который прям вот досконально, да, вот он прям цитировал, он помнит, и вот я был просто потрясён, я говорю, ну, вот оно действительно. Поэтому, когда что-то, как я говорю, да, написано там где-то в книге, но это, то написанное в книге, противоречит законам природы в виде биохимических процессов, которые мы знаем, понимаем, как они идут, то надо из своей жизни для разумного человека убрать не законы природы, а то, что написано там.